МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ в студии Татьяна Брылова. И сначала коротко о главных темах выпуска. У Видного появился новый друг в болгарский город Сухиндол. За вечную дружбу нашей народе. Болгарский и русский народ. Мы были и остаемся друзьями всегда. Кто из старшеклассниц завоевал титул «Видновчанка-2019»? Болеем за лучших, а лучшие это вы. Вы с этим согласны? Да! Стартовал мотобольный сезон, и первая домашняя игра порадовала болельщиков «Металлурга». Традиционно начинаем с Ковровым, традиционным соперником «Металлурга». В здании администрации Венинского района состоялось торжественное подписание соглашения об установлении дружественных связей между Видным и болгарским городом Сухиндол. В теплой и дружеской обстановке, без всяких языковых барьеров, прошла встреча руководства нашего города с болгарской делегацией. Цель – скрепить не только рукопожатиями, но и печатями УЗы дружбы. За долгосрочное сотрудничество в нашем городе, в нашем районе, за вечную дружбу в нашем народе. Болгарские и русские дружбы были и остаются друзьями всегда. Теперь в копилке друзей у нас помимо некоторых городов Финляндии, Словакии, Голландии, Китая и даже далекой Шри-Ланки – солнечный Сухиндол. Славится этот город прежде всего своим виноделием. Иногда его даже называют «болгарская шампань». По традиции, после подписания соглашения, стороны обменялись многочисленными подарками. Одним из них, с нашей стороны, стала русская матрешка. Но не простая, а с секретом. Это герб Ленинский район. Ваш герб? Ленинский. Внутри главной матрешки по традиции еще четыре, но теперь уже с символикой видного. Обменявшись сувенирами, Моисей Шамаилов и Пламен Чернев заверили друг друга, что будут всячески содействовать развитию сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. Это прежде всего будут культурные связи. Это связи, возможно, и спортивные, обмен. Там какие-то мероприятия связаны, турниры. Мы надеемся, что какая-то экономика может тоже здесь подтянуться. И точек соприкосновения у Видного и Сухиндола действительно предостаточно. Ведь наши народы объединяют духовные и культурные традиции с многовековой историей. Мэр болгарского города Пламен Чернев признался в чувство глубокой симпатии к нашим жителям. Люди очень хорошие. Погода хорошая, хороший свет, хорошая культура. Не только это музей Ленина, где было. Я все, все хорошее здесь. И значит, яркие страницы в совместной истории у нас не только в прошлом, но и впереди. В Видном продолжаются мастер-классы по программе Юрий Башмет молодым дарованием. С 10 по 12 мая в детской школе искусств проходил урок выдающегося французского пианиста Дэвида Бисмута. Многие ученики по классу фортепиано пожелали попасть на его мастер-класс. Журнал «Пианист Мэгазин» охарактеризовал Дэвида как одного из самых выдающихся французских пианистов своего поколения. Он известен за его яркую и глубокую игру сочетания техничности и поэзии тембра. На сегодняшний день в рамках программы прошли более 75 мастер-классов. В Видновскую детскую школу искусств посетили около 2000 слушателей и преподавателей Московской области. Около 400 обучающихся смогли поучиться мастерству у именитых музыкантов. Во дворце спорта «Видное» прошел финал ежегодного конкурса «Видновчанка-2019». За заветную корону развернулась нешуточная борьба. Наблюдала за итогом одного из главных молодежных конкурсов муниципалитета и наша съемочная группа. Из 13 участниц, прошедших отбор на ежегодный районный конкурс «Видновчанка», в этом году до финала дошли четыре, но лишь одна в итоге должна получить заветную корону. Поддержать финалисток во дворец спорта съехались десятки школьников со всего муниципалитета. Пожелать девушкам удачи приехал и действующий «Рыцарь года-2019» Николай Пак. Я ожидаю то, что это будет очень круто и хотелось бы на это посмотреть уже на сцене, как это все будет выглядеть. Конкурс «Видновчанка» проводится в муниципалитете уже 23 года. За это время в нем приняли участие более четырех тысяч старшеклассниц. И каждый раз это большое и яркое событие. Конкурс наш «Видновчанка» – это тоже традиция Ленинского района. С 96-го года мы все с вами вместе болеем, болеем за лучших, а лучшие – это вы. Вы с этим согласны? 2019 год был объявлен в России годом театра, поэтому первый этап конкурса или домашнее задание, как его привыкли именовать участники, был посвящен именно ему. Десятиклассница из седьмой школы Олеся Мирошниченко рассказала со сцены историю театра «Ленком». Меня поразила именно его история, потому что начинали такие же молодые ребята, как и мы, совсем непрофессиональные. Они работали на заводах, а вечером играли в театре. После домашнего задания девушек ждал второй этап – музыкально-интеллектуальный конкурс. Сперва финалистки исполнили по куплету подмосковных вечеров, а затем ответили на пять вопросов об истории Московской области. Мы заедем три города Московской области, которые в 2012 году были переданы Москве. Троицк, Московский, Щербинбург. И, наконец, заключительный этап конкурса – танцевальный. Участницы финала со своими командами должны были интересно, зажигательно и, главное, синхронно станцевать под разные музыкальные треки. Строгому, но справедливому жюри предстоял непростой выбор. В итоге заветная корона досталась ученице Видновского художественно-технического лицея Людмиле Николаенко. Это незабываемое ощущение, и я очень счастлива, что я вообще поучаствовала в таком конкурсе, потому что, на самом деле, очень долго сомневалась, так как я в 11 классе, и совмещать подготовку к экзаменам и к обуздневчанке – это было очень сложно. Но я ни разу не пожалела. Этот конкурс – это всегда настоящий красивый праздник, который дарит радость общения, стимул к личностному совершенствованию, с личностному росту. Поэтому этот конкурс традиционный, и год от года его организаторы, я хочу их от Сидыши поблагодарить, они поднимают его на все более высокую ступень. Впрочем, в этот день без награды не ушел никто. Каждая из финалисток получила памятный приз за победу в одной из четырех специальных номинаций. А Олеся Мирошниченко из седьмой школы стала также обладательницей титула «Мисс СМИ» и подарочного сертификата на фотосессию от телеканала «Видное ТВ». Дмитрий Книга, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Скорость, экстремальные условия, адреналин – все это можно было ощутить, участвуя в зрелищном соревновании по мотокроссу, приуроченному ко Дню Победы, которая традиционно состоялась в горках ленинских. Наш корреспондент Анастасия Воронина следила за ходом гонок. Организаторами захватывающего соревнования по мотокроссу традиционно выступили Московская областная федерация технических и военно-прикладных видов спорта, Видновское станичное казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Мы проводим мотокросс в честь Дня Победы. У нас сегодня более 100 участников с разных городов, в том числе и с соседних областей. Уже не первый раз мы проводим такие здесь мероприятия. И сегодня будет, я думаю, зрелищная гонка, потому что погода нам внесла свои коррективы. Мотоспорт – один из самых экстремальных и зрелищных видов спорта, который из года в год набирает большую популярность у молодого поколения. А главной причиной его привлекательности, признаются спортсмены, несомненно, являются непередаваемые ощущения. Я испытываю чувство свободы. Надо иметь очень большую силу воли. Мне понравился этот спорт, потому что тут сражаются сильнейшие. Постоянно бывают изменения, что есть борьба. В этом спорте. Участие в мотогонках требует от спортсменов недюжинной физической силы, смелости, выносливости и хорошей концентрации внимания. Этот вид спорта, он не дает, нет времени для передышек, потому что заключается все в том, что за эти 10 минут плюс два круга нужно открыть газ со старта и до финиша оставаться в том темпе, а может быть даже и в более лучшем темпе финишировать и приехать. Самая сложность – это выдержать темп до конца гонки. Среди участников гонок были представительницы прекрасного пола. Соня Иванова призналась, что от таких соревнований она получает большое удовольствие. Как я пошла в первый раз в школу, так я и села на мотоцикл. Меня папа посадил. Мне понравилось тем, что папа ездит, и я тоже захотела. На протяжении всех состязаний спортсменов поддерживали зрители, которые неотрывно следили за захватывающими гонками. Очень интересно на самом деле. Не думал, что здесь даже маленькие детки катаются. Думал, только взрослые. Поэтому очень динамично. В завершении мотокросса спортсменов торжественно поздравили с заслуженными результатами, а призеров наградили кубками и медалями. Анастасия Воронина и Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ. Мотобольная команда «Металлург» провела первую домашнюю игру в нынешнем сезоне. Игроков перед матчем наградили серебряными медалями за прошлогоднее первенство. А сама игра получилась очень зрелищной и полной ярких моментов. На старте мотобольного сезона в Видном побывала наша съемочная группа. Шум моторов мотоциклов вновь вернулся в Видное. Мотобольная команда «Металлург» впервые в этом сезоне чемпионата России играет на домашней площадке. В соперниках ковровец из Владимирской области. Традиционно начинаем с Ковровым, с традиционным соперником «Металлурга». Хороший соперник. Будет, наверное, сегодня интересная игра. Первый домашний матч «Металлурга» в чемпионате России по мотоболу всегда особенный. Обычно видновскую команду награждают чемпионским кубком за предыдущий сезон. Однако в этот раз на игроках клуба блестели только серебряные медали. Церемония открытия мотобольного сезона в Видном началась с эффектного появления на поле байкерского клуба «Самоназванные братья». По традиции мы выезжаем на поле, собственно говоря, колонной. Приветствуем команду таким образом. За игрой «Металлурга» наблюдал глава городского поселения «Видное» Моисей Шамаилов. Он поздравил всех присутствующих с началом мотобольного сезона. Я желаю всем удачи, желаю всем победы, но мы понимаем, что последние годы победа дается легко. Самые неприметные персоны в любой игре – судьи, но только не в мотоболе, ведь в этом экстремальном виде спорта от арбитров требуется особая концентрация в каждом игровом эпизоде. Да и за собой необходимо следить, чтобы не попасться на пути резового мотоцикла. Александр Минаев судит матчи не первый год и умело сочетает все необходимые качества на поле. Он отметил самые важные пункты своей непростой работы. Болельщики остались довольны не только металлургом, но и ковровскими спортсменами. И все же победитель для них существует лишь один. Первые впечатления хорошие. Я так думаю, наши должны выиграть. Меня поражает игра, потому что, как и новички, которые из Коврова, в общем, играют вполне неплохо по сравнению с профессионалами. Должны победить, но я надеюсь, что победят. Но ковровцы тоже молодцы, стараются. Первый домашний матч «Металлурга» в новом сезоне чемпионата России по мотоболу завершился со счетом 6-0. Видновская команда с четырьмя победами в четырех матчах отлично идет по пути к очередному чемпионству. Арсений Рогозянский, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И коротко о погоде на завтра. 15 мая в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза ночью около 16 градусов тепла, днем плюс 17-19 ветер северный, умеренный, возможно, слабая геомагнитная буря. И на этом у нас все. Хороших новостей и всего самого доброго. До свидания.